Алхамду лилляхи рабилля алимин уассаляту уассаляму аль-набийна Мухаммадин ва али-алихи ва сахби и ва салям Бабу Авдаль Сиями вагайри гья То есть глава о самом лучшем виде сияма и Баракулуфикум о том, что не является Баракулуфикум самым лучшим, то есть о других видах сияма Валь-мураду Авдаль Сиями ат-татову То есть под Авдаль самый лучший, имеется в виду желательный вид сияма Имеется ввиду, о том сияме речь будет идти, который является запретным. То, что Всевышний Аллах узаконил для них желательные виды поклонения, которые похожи внешне на что? На обязательные виды поклонения. Ли тукаммиля ау литукмаля бига альфарайт, чтобы пополнить ими параклофикум обязательные вещи. Ватаалю бига дарачату альамилин, и чтобы те, кто делал эти дела, степень их поднималась. Фасшалават фалисшалавати татава. У молитвы есть желательные виды, то есть молитвы. Точно так же в расходовании или в пожертвованиях есть желательные, из пожертвований есть желательные пожертвования. И точно так же у урозы, бараклофикум, есть желательные виды урозы. Точно так же хадж бывает необязательно мажелательным. Потому что любой человек, который совершает какой-либо вид поклонения, обязательно в его поклонении присутствуют какие-то недостатки. И поэтому он нуждается в том, чтобы заполнить или же дополнить свои поклонения, в которых есть недостаток, поклонениями, подобными тому поклонению, то есть обязательно, которое он совершает. Поэтому безжелательными вопросами пополняются недостатки, которые человек совершает, выполняя обязательные виды поклонения. Аль-Хадису Лауэль, первый хадис в этой главе, и 192-й хадис в книге, Передается, радаи Аллаху англ, ухбер ан-набию, салаллаху алейхи васалям, салаллаху алейхи васаляма, ан-ни акуль, в Аллахи ля суманна нахара, ва ля куманна лейля, маишт. Да однажды до посланника Аллаха, салаллаху алейхи васаляма, дошли слова мои, и клянусь всевышним Аллахом, я буду держать каждый день у разу, и буду выстаивать каждую ночь молитву до тех пор, пока я живу. Факалин набию, салаллаху алейхи васаляма, а анта культа, анта ля ви культа далик, ты, тот, кто сказал эти слова, факульту, лягу, культугу биаби анта вауми. Я сказал, да, действительно, я сказал эти слова, да будут мои родители, то есть мой отец и моя мама, искуплением или выкупом за тебя. Калифа имна калла таста таста тазалик, таста тазалик, пророк сказал самосто, поистине ты не сможешь этого. Фасумва автор, поэтому держи у разу и оставляй ее, то есть пусть будут такие дни, в которых ты не будешь держать у разу. Вакумва нам, точно так же, говорит, совершай молитву по ночам и спи. Квасуммина шагри фаляфата айям, каждый месяц постись по три дня, то есть желательно у разы. Фа имна лхасана таби ашриям фалиха, поистине, каждое благое дело записывается в десятикратном размеле. Квазалика миссус сиям дагр, и поэтому, если ты будешь поститься каждый месяц по три дня, как будто бы ты круглый год держишь у разу. Тогда я сказал, я могу больше этого, то есть могу больше держать, чем три дня. Тогда пророк сказал ему постись один день и не постись следующие два дня. Тогда я сказал, я могу больше подделать. Тогда он сказал, держи у разу один день и оставляй ее на другой день. Квазалика миссус сиями дауд, и это подобно у разе дауда. Вагу авдалюс сиями, и это вмещается самым видом, лучшим видом у разы. Факульту инни утыку авдалиминдалик. Тогда я сказал, я могу больше этого, факалю авдалиминдалик. Он сказал, не, бывает лучше этого. То есть нельзя держать у разу больше, чем у раза моего брата Дауда. То есть который держал у разу половину своего времени, поэтому постись один день и оставляй пост на другой день. То есть он был хафизом и умел писать. Он попросил у пророка, салаллаху, алейхи вассаляма, разрушение записывать, то есть тех хадисов, которые слышал Кроксоса. Мне можно записывать все, что я слышу, будь ты в положении удовольствия или же при гневе? Тогда праук салаллесом сказал, да, поистине я говорю только истину. И поэтому он сохранил большое количество хадисов Роксоса. Однако он не передал так много хадисов, как это сделал Абу Гурайра. Потому что он был занят поклонением. Из-за любви к поклонению он постоянно держал, то есть я с руду, то есть чуть ли не каждый день держал у разу. И не спал по ночам. И тогда Проксоса приказал ему поститься один день и оставлять пост. На следующий день И чтобы он спал полночи, потом выстаивал треть ночи и спал оставшуюся шестую часть ночи. Среди ученых было разногласие. Где и когда он умер. Передают от имама Ахмада то, что он сказал, что смерть Абдулла 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 Асов была в ночи битвы при Харре в 1963 году по Хижре. Их рады и Аллаху анху варда да будь довольным Аллаху Субхану Аталию. Сан саляси васиддин. 63-м году. Саляса. Салясин у тебя? Васиддин. Салясин васиддин. А? Сиддин у тебя? Салясин васиддин. Саляса васиддин у тебя. А у тебя Салясин васиддин написан? Да. Или что за цифра такая? Тарджамату ман варада викругу фил хадис. Тарджама то есть тех кто упомянут в хадисе. Наби Аллахи Дауд упомянут то пророк Аллаха Дауда. Ваху ахаду анбия и бани Исраиль мимбаади Муса. Он был одним из пророков бано Исраиль после Муса алейсалям. Джема Аллаху тааля лягу байналь мульки ваннубуа фи Фалестин. Всевышний Аллах Субхану Атали одарил его пророчеством и правлением и он находился в Палестине. Всевышний Аллах Субхану Атали одарил его такой книгой как Забур, укрепил его власть, наделил его мудростью и красноречием. Факана яхку мубайнанна сибил хак и он как бы судил среди людей. Фаатака фазата йоу мин фи михраби и однажды в аракалавфикум он делал иатикав в месте своего поклонения. То есть некоторые люди вот в мечетях вот этот, есть же полукруг, полукруг в мечетях называют михраб. На самом деле вот этот полукруг в мечетях это беда, то есть не пришло в сунне вот этот вот полукруг делать для имама. Это новшество является. Хоть его называют михрабом, поэтому тот михраб, который упомянут в Нусусах текста Курана и Сунны, это не вот этот михраб. А просто место, как бы знаете, по нашим понятиям Мусалля, место молитвы. А вот этот же михраб, то есть не был во времена пророк Салсам, Сахаб, и Аллаху Алим, скорее всего, может быть, это взяли от христиан. Место молитвы? Место молитвы, например, дома, если человек выделил себе какое-то место дома, это место называется михрабом. И пришли к нему два человека, то есть припирающиеся между собой, перелезли через забор и попали к нему домой. Они вошли к нему, он испугался их, то есть почему? Потому что они зашли не через двери. Они сказали, не бойся. И они сообщили ему о себе. И один из припирающихся сторон, то есть одна из припирающихся сторон или один из тех, кто был припирался, привел свой довод. И тогда Дауд, алейсалям, сказал о том, что его партнер, то есть второго, поступил с ним несправедливо. Потом он понял то, что Всевышний Аллах испытал его вот этим вот припирательством. И тогда он попросил прощения у Господа, упал ниц и покаялся перед Севышним Аллахом. В некоторых тафсирах приводится о том, что как будто бы Дауд, алейсалям, то есть речь идет о том, что Дауд, алейсалям, влюбился в некую женщину. Как будто бы он послал мужа этой женщины, то есть на военный поход, что может быть с надеждой, что может быть он там погибнет. И что, мол, когда убили ее мужа, Дауд, алейсалям, женился на ней, то это является ложью. Не дозволено приписывать эту историю к пророку, пророку Дауда. Но это в историях, в книге Бану Исраиле, это историю происходит. Потому что он является одним из почетных пророков. Всевышний Аллах также научил Дауда, алейсалям, делать кольчугу. Всевышний Аллах смягчил для него железо, то есть научил его кузнечному делу. Подчинил ему горы, ваттайр, птиц, которые делали тазбих по утрам и вечерам. Из-за силы его голоса и красоты его голоса. Поэтому про него говорили, что утия мазамир дауд, про Абу Мусу алейсалям, про Абу Мусу алейсалям, что ему были даны, как бы, красота голоса Дауда. Фасль-Хитаб. Фасль-Хитаб, да, что это Аммаба. Ну, это, говорят, относится, как бы, не было к красноречию. То есть это не только Аммаба. Из Фасль-Хитаб слова Аммаба. Маудуль-Хадис, тема хадиса, Афдалю Сиями Татау. То есть самый лучший из видов желательной уразы. Шарх-Иль-Калимат. Ухбир Абидамми Хамза Ай У'лима. То есть ему сообщили. Валь-Мухбир Амрубн-Уль-Ас Абу Абдилля. То есть ему сообщил Пророк Саусалям, кто? Отец Абдулы. Это Амрубн-Уль-Ас. То есть кинуться Аллахом и я буду держать уразу. То есть буду поститься каждый день. То есть я буду совершать молитву тахаджи. То есть каждую ночь. Ма аишту до тех пор, пока я буду жить. Айма бакиту хайян. Пока я буду живым. Вама маздария зарфия. Аймуддата бака и хайян. Антал лази культа, Пророк Саусалям. Ты тот, кто сказал эти слова. Джумля, то есть ифхамия. Хуззи фатминха хамза. То есть там вернула уград. А антал культа. А антал культа. Вот такдир. А антал лази культа. Ты тот, являешься тем, кто сказал эти слова. Би аби анта. То есть да будет мой отец выкупом. Би аби. Пророк Саусалям сказал. То есть ты не сможешь для тахдив. То есть у тебя не будет на то мощи. Имма аль ана ау фель мустагу. Либо сейчас ты этого не сможешь. Либо в будущем. Ва далика анна сияман нагар. Ва киям у лайль. Фасум бу автар. Ва кум. Ва нам. То есть Пророк Саусалям сказал. Иджма байна газа ва газа. То есть объедини между тем, что ты будешь какие-то дни держать урожую. Какие-то оставлять. Часть ночи молиться. Часть спать. Под хасанат подразумевается что? Действие. Благое. То есть что по словам хасана подразумевается? Это то, что содержит в себе искренность перед Всевышним Аллахом. Исследование за Пророком Саусалям. Тудж за биашри. То есть за каждое благое дело воздается десятикратным размером. Иeseк. Иара. И это имеется в то, где три дня уразы. Каждый мисс. Это условно. То есть подобное уразы в течение года. Это значит, что потом удалось, чего FuckingWayl. То есть в основе своей наград. Он не думал, что он собирал уже работать на Facebook-кодин Life. То есть она не Hahah Swah Ter anti. Уууууы. Потом он говорил, что можно больше времени или тренировать £ Im o'Mah Ter Prince. Мы никогда не liststed 5. кульшар то есть я больше могу делать что буду больше награду брать нежели только три дня каждый месяц фазалика если я моя уме он фит район то что удержать в разу и оставлять ее на следующий один день и оставлять на следующий день а в долю сиями считается лучшим видом сияма а у сиям татау самым лучшим из видов желательно в разы шатру то есть половина времени айны сфот дагра шатрами цены нас шарх лиджмали общий смысл хадиса кана абдулла абна амр абна лас радий аллаху ангу за химматин алия абдулла абна абна амр абна лас имел высокие стремления у азима тин садика и правдивой решительность обладал филибада в вопросе поклонения хатта аксама даже он поклялся ляисуманна нагар то что он будет держать у разу каждый день валия куманна ляль и будет всю ночь молиться вакуа вакана абу ху кадзавваджи гумратан зато хасабин мураши пророк стал остальным и снять а отец его отец абдулла абна амр но амр женил его на женщине и из почетного рода кураши так полямара аху мукатан ангабин и бады когда он увидел то что абдулла абна амр не обращает на нее внимание так как занят поклонением испугался что за это ему будет грех абдулла абна амр абна лас у братья было тогда 10 лет то есть в 10 лет барак лауфикум он обладал такой решительностью что каждый день будет держать у разу и каждый день молиться обратите внимание посмотрите барак лауфикум чем занимаются наши дети не в 10 лет а в 15 и в 20 лет барак лауфикум ахбар аби таллик анабий салсам фада анабий салсам абдулла абна амр и он сообщил об этом пророку салсам и тогда пророк саллаллаху алейхи вассаляма барак лауфикум позвал абдулла абна амр и азваль хадис яхки абдуллах абдулла абна амр рассказывает о том диалоге который произошел между ним и между пророком салсам во первых пророк салсам спросил его он ли является тем кто сказал в аллахе ля суммана нагар валя хуман налей клянусь аллахом я буду держать каждый день у разу и молиться всю ночь и он ему ответил да действительно так я тот кто это сказал тогда пророк салсам сказал ему о том что он не сможет подобного потому что в этом есть затруднение и утомление тела и это приведет к тому что ему это надоест тем более когда он повзрослеет варшадову саллаллаху алейхи вассаляма ан яджма байна льибадати варрах и пророк саллаллаху алейхи вассалям побудил его объединить между поклонением и отдыхом фаясуму ваюфтар и он побудил его держать у разу и оставлять ваякуму ваянам чтобы он выставил молитвы и спал ваякта сыру аля сау мифаля стаями микули шары чтобы он ограничился у разой трехдневной у разой каждый месяц ли ясу ли ясу ли ясу ля лягу аджру сиями дагра чтобы этим самым он получил награду как будто бы он постился целый год потому что за каждое благое дело записывается десятикратное дело и поэтому если он будет держать три дня у разу то ему будет барак луфикум 30 не у разы записано однако из-за сил решимости абдуллай ва руждиги и ва шиддати рахбати и филибада и силы желания поклоняться ахбар аннавия саласам аннагу ютыху абдалимидарик он сообщил пророк саласам о том что он может больше этого делать и яду лягу алей чтобы пророк салаллаху алейхи вассалям указал ему на то что является лучше и же большим чем три дня у разу фарш а другу альху ильян ясума ио в мен ваю фторе иомин тогда пророк саласам побудил его чтобы он постился один день и оставлял пост в течение следующих двух дней хоталяба августами жаллик и тогда он попросил ли яйхи то есть лучше чем это больше чем это фарш а дагу ильян ясума ио в мен ваю фторе йомин тогда он побудил него держать у разу один день и оставлять ее на следующий день про байана ля działa михтляц ямена а б undercover талия дауда И пророк сказал ему о том, что это подобно уразе пророка Аллаха Дауда. Такой вид сияма является самым лучшим видом сияма, который можно держать. И тогда Абдулла сообщил, что он может больше этого, буквально объяснилось, что нет лучше этого. И поэтому некоторые люди однажды по WhatsApp начали раскидывать о том, что показали какого-то старика, турка, который вот в течение стольких лет каждый день уразу держит, и как будто бы от его достоинства нет. Нету никакого этого человека достоинства, потому что пророк сказал, что нет лучше, чем уразы Дауда. Значит, все, что больше этого, оно не лучше, оно будет хуже. И поэтому тот человек, который держит через день, как будто бы всю жизнь, всю полжизни своей продержал уразу. И когда я повзрослел, я, говорит, пожелал, ой, если бы я принял то, на что мне указал. Пророк, саллаллаху, алей-салям. Если бы я принял те три дня, на которые мне указал пророк, саллаллаху, алей-салям, это было бы для меня любимее, чем моя семья и мое имущество. Валил Бухари, в Бухари, приводится, сказал, Я принял те, что мне указал пророк, саллаллаху, алей-салям, если бы я принял то, на что мне указал пророк, саллаллаху, алей-салям. Однако я расстался с пророком, то есть делал какие-то определенные дела, и я не хочу поступать по-другому, нежели так, как я это делал при его жизни. И поэтому, если он хотел набраться силы, он не держал у разу несколько дней, потом считал сколько дней он не держал у разу, и начинал держать столько же дней у разу. И из-за нежелания оставлять тот вид поклонения, на котором он расстался с пророком, саллаллаху, алейхи ва салям. Что касается фавайдуль-хадиф, то есть польза, извлекаемый из хадиса, первое, фадлю абдилляхи бни Амр, и хирси ла 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 абадах, то есть указание на достоинство Абдулла бни Амр бни Аса, которое проявилось в том, что он проявлял усердие, или же стремление к поклонению Всевышнему Аллаху Субхана Аталию. Второе, камалю шариат или исламия, указание на полноту исламского шариата. Бьяутай нафс хактага аль-тааббуди валь-мадди, то есть в чем красота или полнота исламского шариата в том, что, во-первых, тебе шариат, баракалуфикум, дает право твоей душе как в поклонении, так баракалуфикум и в бытовых вопросах, мирских делах. То есть побуждает тебя как к поклонению, так и к отдыху от этого поклонения. Третье, баракалуфикум, фадыляту, сиями, фалясти, аями, мекули, шагр, указание на достоинство уразы, трехдневные уразы, каждый месяц. То, что это равняется уразы в течение года. Четвертое, аль-наабдаля, мин сиями, фалясти, аям, мекули, шагра, ан-ясу, майоману, аюфтара, йомэн. То, что если человек хочет больше и лучше, чем держать уразу, то есть три дня в месяц, то лучше этого является держать уразу один день и оставлять ее в течение следующих двух дней. Пятое, аль-наабдаля, шауми, татау, то, что самым лучшим из видов желательно уразы, ан-ясу, майоману, аюфтара, йоман, когда человек постится один день и оставляет пост на другой день. Шестое, аль-наабдаля, сауму, наби, лаги, дауд, аль-лязи, атау, аллаху, тааля, куватан фил-ибадатил, амулязаматан лага. То, что такой вид уразы, это ураза пророка Аллаха, Дауда, которому Всевышний Аллах дал силу в поклонении и сделав из тех, кто постоянно занимался поклонением. То, что держать уразу желательно таким образом, что человек постится один день и оставляет ее на следующий день, было узаконено до нашей общины. Восьмое, аль-наабдаля, сауму, аль-наабдаля, сауму, аль-наабдаля, сауму, аль-наабдаля, как будто он совершил десять подобных дел. Девятое, хикмату наби, салаллаху, аль-наабдаля, саляму, аль-шафакату аля уммати, мудрость пророка Аллаху, и проявление милости к его общине. Хай сукана юршаду илля ассаль халасаль, так как он указывал на то, что легче и еще легче. Десятое, джавазу каули линсани, финнаби, салям, биаби уху ва умме, дозвольность говорить человеку, пророку, салаллаху, аль-наабдаля, саляму, то, что следует смотреть на будущее, и считаться с положением в будущем. Двенадцатое, тахриру линсани, бимануси байляйхи, и тасаббути минсихатихи, вальзамьи бии. То, что, барак луфикум, указание на то, что надо переспросить у человека, делал ли он то, что ему приписывают, для того, чтобы барак луфикум после этого принять соответственное решение, или дать ему соответственное наставление, или же запретить ему делать, если он делает что-то неправильно. То, что узаконено, барак луфикум, человеку оставлять, делать то, о чем он поклялся, что будет это делать, если он, барак луфикум, узнал о том, что есть что-то лучше, и он делает искупление, барак луфикум, искупление совершает, и делает то, что является лучше. Следующий хадис, барак луфикум, есть вопросы? Понятно? Следующий, 193-й хадис, Анабделяя ибн Амр ибн Лаас, тоже, «Каля каля арсулаху сам, инна ахабба сиями, или Аллахи сияму дауд». Пророк сказал, Саня каля арсулаху сам, сказал, что самая любимая уроза у Всевышнего Аллаха, уроза дауда. «Каля арсулаху сам, инна ахабба сиями, или Аллахи сияму дауд». И точно так же самая любимая молитва, то есть из желательных молитв, это молитва дауда. «Кана яна аму ны суляль, он спал половину ночи, выстаивал треть ночи, и спал оставшуюся одну шестую ночью». «Кана ясу амун, и ее вторую. И он постился один день, и оставлял этого уроза на следующий день». То есть, упоминание самых любимых желательных дел в вопросе уразы и в вопросе молитвы Всевышнего. Шарх и калимат, толкование слов. Самый любимый. Саям ау саям татауа, то есть в хадисе под саям подразумевается желательная уроза. Салят точно так же, салят татауа, желательная молитва. Саям у дауд, салят у дауд. Насаба гума и лайги, лянна гу аввальман санна гума. Почему эта уроза и эта молитва приписок дауду? Потому что он был первым, кто узаконил это. Аль-ляйль, то есть таким образом совершать урозу и таким образом совершать молитву. Аль-ляль мураду бига под мляль, что подразумевается вина? То есть от заката солнца до фаджра. Поэтому вот эта вот половина, треть, шестая часть высчитывается как? Начиная с заката, бар-клауфикум, и до появления фаджра. Не появления солнца, а наступления фаджра. Вают лаку ляйлю ахьянан аля мабайна гуру бишамс ват улю аига. Иногда в арабском языке, бар-клауфикум, используется слово ляйль от заката солнца до выхода солнца. Но это иногда. А так основа от заката солнца до фаджра. Общее толкование хадиса. Абдулла биду Амбр биду Асс R.A. Анинабии, салалаллаху алейхи вассалям. Ана хабба саями. Татау иллахи такаля сияму набиии Дауд. Абдулла биду Амбр ду Асс сообщил о том, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, сообщил, что самое любимое из желательных видов урозы, желательных видов урозы у Всевышнего Аллаха спонталя, это уроза его пророка Дауда. И это каким образом было то, что он, Барак Луфикум, держал урозу в один день, и оставил ее на следующий день. Потому что Барак Луфикум, человек, который постится таким образом, и совершает поклонение, и в тот же момент дает отдыхать своему телу. Также самое любимое из желательных видов молитв, саляту Наби Илляхи Тааля, Дауд, это молитва пророка Аллаха Дауд, то есть он спал полночи, и выстаивал треть ночи, потом спал оставшуюся одну шестую ночь. У вас какое слово там? Лиянкада? Лиянкуда? Лиянкуда тааба аль-хасля бил-гиян, то есть чтобы избавиться от усталости, которая произошла по причине выстаивания, и мог поклоняться, то есть после того, как тело его отдохнет. Что касается фаваду-ль-хадис, польза языка и мыс-хадисов, первое, то что дела имеют в разной степени в вопросе любви Аллаха Субханава Тааля к этим делам. То есть есть у Аллаха любимые дела, есть более любимые дела. И все, что более любимое у Всевышнего Аллаха Субханава Тааля, то является лучше. Второе, То, что, Барак Луфикум, разница в делах в соответствии с правильностью и соответствии с шариатом. То есть чем лучше дела и чем больше они соответствуют шариату, тем они считаются, что лучше Всевышний Аллах Субханава Тааля. Третье, В этом хадисе указание В этом хадисе указание, то что Всевышний Аллах Субханава Тааля описан таким атрибутом, как Махаба, любовь, а Аллах Субханава Тааля описан этим атрибутом, так как подавает его величию Субханава Тааля. Четвертое, Указание на то, что любовь Аллах Субханава Тааля к вещам или же к людям, имеет разные степени 5 анна абдулес сиями татау аньясу майоман ва юфтера йоман ва хаза махалюштихат виштишат бильхадис то что самый лучший у раза желательный вид урозы это когда человек постится один день и оставляет на следующий день из-за этого был приведен этот хадис в этой главе ванна абдулес сиям татау аньяна манисфаляй то есть и самый лучший вид молитвы это когда человек варка луфикум спит полночи ваяку мусульфа и выстаивать треть ночи ваяна мусульфа и спит оставшиеся варка луфикум шестую часть аль-хадис талис 3 хадис в этой главе 194 а 5 5 а извиняюсь последняя файда седьмая куту на вилля и тауле тауда фидл агада сила пророка аллаха даудов поклонение лула хусну тадбири и фига то есть и красота того как упорядочил он это свое поклонение следующий 3 хадис главе 194 книги анаби гурарта рады аллаху ангу пале усани халили биталят мне завещал мой любимец три вещи с яму саляфа ти ай-ямин и кули шар держать у разу три дня каждый месяц варака ты и духа завещал мне совершать два раката духа у ан-утира кабля на нам и чтобы я совершал молитву витр перед сном арави абу гурарта рады аллаху ангу сабака тарджаму тофи хадис ракамия саману васитун 168 хадис маню говорит молду ль-хадис тема хадиса мутаадид то есть есть различные темы затрагивается ва ансабу гулильбаб и самое подходящее из тем к этой главе с яму саляфа ти ай-ямин и кули шар это у раза к 3 дня каждое месяце шарх аль калимат что касается слов упомянутых в хадисе арабских аусани ау агидай лая бихтимам то есть завещал мне чтобы я на это обратил внимание халине то есть кто такой любимец манбаля ватма хаббата у хиляля хальби тот у кого любовь любовь кому на путь любовь к которому наполнила и заполнила сердце заполнила собой сердце ай-баты на халби то есть внутреннюю часть сердца вальмураду би аннабию саласнам то есть он имел ввиду под халинка у пророка салаллаху алейхи вассал то есть сердце абу гурары было наполнено любовью к пророку саласнам без талясина у без таляски вассая то есть пророк саласан завещал мне три и дал мне три наставления мин кули шахры ай-шахры аль-гиляли то есть держать у разу каждый месяц какой месяц подразумевается по лунный месяц прокатой 2 2 рака то духа и рака 3 не аль-лятой нету соли я них и духа у соли я и духа то есть те два рака 3 совершается во время духа ума под артифа и шамс или акубе низ за валь а это после того то все время духа после того как солнце выйдет и почти до того времени пока солнце не зайдет в зенит утер аусалли витр потом у тебя подразумевается чтобы я совершал на ярхам кала молитву витр вагу кулер урок оттен фактор и на аутар или и дашь то есть это каждый ракат или же больше нечетного количества от одного до одиннадцати рака ахтима бига салят и лей то есть чтобы человек барак луфик он совершил заказ заканчивал свою ночную молитву нечетным количеством ракатов от одного до одиннадцати шарх ли жмали общий смысл ходи сакана расулуллах салаллаху алейхи вассалям асана наси аишратан ли асхаби пророк салаллаху алейхи вассаляма был самым лучшим товарищем для своих сподвижников пока на это ахата сабаху ваю сыгем он постоянно барак луфиком смотрел присматривал за своими сподвижниками ваю сыгем завещал им бима янфалгум фидинигим мадуниягум давал им такие наставления которые приносили им пользу как в их религии так и в их мирских делах вафигазал хадис юхберу абу гурайра и в этом хадисе пророк салаллаху алейхи вассалям и в этом хадисе абу гурайра сообщает радуяллаху ангу аннагу салаллаху салям аусагу битхаляси вассая то что пророк саласям завещал ему три вещи чтобы он постился три дня каждом месяце чтобы он совершал два ракаата когда наступает время духа чтобы он совершал молитву витр перед сном потому что абу гурайра в начале ночи не спал почему он повторял то что он заучил от пророка салаллаху салям из его хадисов поэтому боялся что не встанет в конце ночи пророк саласам также подобное завещание наставление дал абу дарде каме фи сахи муслим как это передается в сахи муслими ва абадар также абу дару кама фи сунанин насаи как это передается в нас сосу насаи валя лягу салаллаху алиссалям яхша бима алима яхша бима алима мин халиман лая кума ливитри фи ахир аль лайн потому что скорее всего пророк саласам боялся зная их положение зная этих людей то что они не смогут вставать в конце ночи а вайдуль хадис тема или же польза извлекаемый из хадиса первых хус на муашара тинаби саласам для асхабии красота или же прелесть барак лауфикум того как пророк салаллаху алейхи вассаляма жил вместе со своими сподвижниками вата агадугу то что он всегда барак лауфикум присматривал за ними да агадугум и ягум бима янфаугум то есть присматривал за ним таким образом что это приносило им пользу второе фадлю сиями салясти а ямами кули шахра достоинство уразы трехдневные уразы каждый месяц поля бдолян якун а ям аль бит и лучше всего чтобы это было в белые ночи саляста ашер арбата ашер вахамст ашер то есть 13 14 15 число третье фадлю раката и духа куляйомин достоинство двух ракатов духа каждый день четвертое фадлю витр хабли на ум указание на достоинство витра перед сном лякин газа фиман яхшан лая кума минах реляй однако это касается того кто боится что не проснется в конце ночи пиата агмия тухадвил амалиф таляха важность указать на важность этих трех дел ливасы эти на бисалла салям бига ададан минус хаби так как профсал сам завещал подобное или дал подобное наставление нескольким своих сподвижников мы сказали абу дарда абу тару также алла алим нечто подобное передается это абу бакра тоже если я не ошибаюсь 6 джавазу идтихазе на бисал сам халилен джавазу идтихазе на бисал сам халилен дозволенность брат пророк сал сам в качестве любимца то есть сердце любовью которому наполняется сердце любовью которому наполняется сердце донбих парак луфейку мковлю аби гурара слова бугурары а усани халиле мне дал наставление мой халиль ля юариду кавлю анабий саласам не противоречит словам пророк саласам имени абрау илллахи ан яку на лиминкум халиле я прибегаю к всевышнему аллаху от того чтобы среди вас кто-нибудь был для меня халилем то есть пророк саласам сказал что среди вас для меня нет никого халиля а бугурара говорит назвал пророк саласам халиле противоречит это нет почему потому что то от чего отказался пророк саласам или аллахи тааля то есть предсевыщим аллахом то что пророк саласам возьмет себе халиля кого-то из людей то есть то что сердце пророк саласам наполнится любовью к кому-то кроме любви к аллаху субханатарь однако он не запретил чтобы люди брали себе кого-то из людей халилем это то что имел ввиду а бугурара своим словом халиле своим словом халиле значит люди могут брать себе кого-то халилем барк луфикум как сахабы брали себе халилем пророк салас но сам пророк саласам сказал есть и бы в другом ходе сказал что если бы я брал себе кого-нибудь халилем то бы я взял бы а бу бакрах алилим парк луфик азову аллаху аллаху аллим шалат али завтра продолжим за заком ла хай